Далее о событиях в мире. В Турции в результате обстрела со стороны Сирии погибли три жителя города Акчакале. Еще семь человек получили ранения. Инцидент произошел накануне вечером. Сообщается, сирийские войска проводили военную операцию в приграничных районах против сил оппозиционного сопротивления. Официально Дамаск выразил турецкой стороне соболезнования и пообещал расследовать причины трагедии. Однако ответственность за обстрел брать на себя не стал, так как снаряд мог быть пущен кем-то из отряда повстанцев. В ответ Турция нанесла удар по территории Сирии. Сообщения о жертвах не было. На произошедшее уже отреагировали в Вашингтоне. Госсекретарь США Хилари Клинтон обратилась к Конгрессу с просьбой увеличить финансирование сирийской оппозиции, таким образом возложив ответственность за инцидент на официальной власти страны. Мы возмущены фактом артиллерийского обстрела Турции со стороны Сирии. Мы обсудим с нашими турецкими друзьями эту очень опасную ситуацию и разработаем дальнейшие шаги, которые нужно предпринять, чтобы не допустить распространения насилия. Не заставила себя ждать и реакция со стороны НАТО. В Брюсселе прошло экстренное заседание Совета Североатлантического Альянса. В итоговом заявлении сказано, что Сирия должна немедленно прекратить агрессию в адрес страны-участницы военного блока. Речи о коллективном ответе на обстрел Турции пока не идет, однако такой вариант развития событий допускается как закономерный. Тем временем глава ООН Пангимун призвал турецкие власти не разрывать дипломатические отношения с Дамаском и постараться разрешить конфликт мирным путем. Об этом сообщил официальный представитель организации Мартин Низирки. Генеральный секретарь выразил свои соболезнования по поводу трагической гибели людей и призвал премьер-министра Турции сохранять диалог с сирийскими властями во избежении эскалации напряженности в отношениях. Власти Турции уже обратились в Совет Безопасности. Он с просьбой отреагировать на агрессию в свой адрес со стороны Сирии и принять соответствующие меры. Турецкий парламент тем временем предоставил правительству мандат на проведение трансграничной военной операции на территории соседней страны.